Дорогие друзья, всем привет! Спасибо, что вы заглянули ко мне в гости. Холодная вода. Сегодня мы варим самый вкусный овощной бульон. Холодную воду загружаем. Здесь у меня неликвидные листики капусты, лук-порей, зеленая часть, которую обычно выкидывают. Это я все хорошо очень промываю, видите? Все то, что обычно выкидывают. Я промыла очень хорошо, выкладывая все это. Насколько у нас получится ароматный бульон. Мы с вами приготовим на его основе всего вкусного, многое. Если у вас его много, вы просто разлейте по судочкам и заморозьте. Каждый раз же не будете варить такой бульон? Так, я заканчиваю с луком-пореем, с зеленой его частью. Я в несколько раз воду поменяла. Все это хорошо промыла. Сейчас я просто пересматриваю на всякий случай, не попалась ли где земля. Дальше. Кожура цукини. Вот такой цукини у меня неликвидный, переросток. Вот хвостики цукини. От перца. Вот такой хвостик с семенами. Дальше морковка. Вот такая негодная морковка, которую вы бы точно выкинули. Добавляем сюда. Вот видите, она такая. Обычно, которую все это выкидываю. Дальше. Так, еще у меня кабачок. Листья салата, которые для салата не годятся. Добавляем любые овощи, только не содержащие, конечно, крахмала. Картофель. Не добавляем. Посмотрите, какая у нас уже красота. У вас есть время подписаться на мой канал, пока я тут загружаю всю эту красоту. Это еще не все. Так, что такое, что у нас там попало. Дальше. Переколепный овощ капуста калераби. Вот видите, он так. Обычно кожуру выкидывают, но я из самой сделаю салатик или протушу, а кожуру я добавлю сюда. Так, что-то у нас тут немножко трещит. Вот такая красота. Так, все. Это пока все. Душистый перец горошком. Несколько так семян. Дальше. Лавровый лист. Парочку. И просто черный перец горошком. Вот такая у нас красота. У вас есть время подписаться на мой канал, пока наша эта вся красота закипает. Смотрите, наша масса. Еще добавляем лук полностью. Я его хорошо промыла и вместе со шкуркой. Он придаст нашему бульону невероятный аромат. Хотя у нас тут много лука-порей, но репчатый лук тоже не помешает. Наша масса закипает. Я добавляю соль. И варим. Бульон варим. Я его закрыла крышечкой, чтобы все питательные вещества остались в бульоне. Долго я не варю. Минут 30, ну пусть 40. Это от силы. И даю полностью бульону нашему остыть. Вот видите, какая это красота. Ммм, пахнет. Продолжаем с вами немножко его варить. Так, наш бульон проварился на маленьком огне. 30 минут. Овощи немножко изменили свой цвет. Видите, немножко они пожелтели. Вкус и запах просто невероятный. Я накрываю крышкой, отключаю плиту и даю ему полностью остыть. Обычно на ночь. Утром я его разливаю по формочкам. Например, если его много, и в морозилку. Или сразу использую. Цвет его, посмотрите, какой он вкусный. Ммм, его хочется просто так кушать. Не забывайте подписываться на мой канал. А мы с вами готовим такие замечательные рецепты. Никогда не выкидывайте хвостики от перца, шкурку от брокколи, от калераби. Можно взять стебель от цветной капусты и брокколи. Можно взять любые овощи, которые не содержат крахмал. Все, вот такая красота у нас получилась. Оставляем его настояться. И наш великолепный овощной бульон будет готов. Всем пока. Спасибо, что вы со мной, что меня поддерживаете. И до новых встреч. Запах, конечно, и цвет бульона невероятный. Всем пока. И до новых встреч.